Ассаляму аликму арахматуллахи ва баракатух. Эгоизм предосудителен и осуждался всегда и всеми народами. Эгоистическое поведение противоречит нашей совести, а главное противоречит исламу. Это замыкание человека внутри себя и только на своих интересах, игнорируя при этом окружающий джамагат. Льв Николаевич Толстой называл сумасшествие эгоизмом. Почему? Может быть, речь шла о том, что для эгоиста весь этот мир, созданный Аллахом, сводится на нем самом. А уж про права и интересы других людей, а также общество в целом говорить не приходится, поскольку эгоист о них не помнит и не задумывается вовсе. Не забывайте, что человек с таким недугом не в состоянии почувствовать сладости веры. Ведь наш любимый пророк Мухаммад, да богословит его Аллах и приветствует, сказал «Тот неверующий, кто не желает ближнему того же, что желает себе». Одной из причин отдаления от милости Аллаха в наше время является эгоизм. Эгоизм, не буду углубляться в лексический смысл, но, иначе говоря, это человек самодовольствуется и забывает о том, что все это по милости Аллаха, и забывает о своих обязанностях перед другими людьми, не только мусульманинами, и тем самым он отдаляется от милости Аллаха. Привести пример с этим мы сталкиваемся ежедневно, ежечасно можно даже сказать, кто вот живет в обществе. Эгоизм как бы не может простую напрямую проникнуть в сердце правильно поклоняющегося богобоязненного мусульманина, но некоторые вещи могут ослабить его веру, и в это время у него появляется эго, да, допустим, восхваление его, каких-то качеств, которые он приобрел благодаря Аллаху, или каких-то статусов в жизни, которые он приобрел по милости Аллаха. И человек начинает думать, что это все благодаря ему, что он трудолюбивый, что он умный. Он получил это, потому что он окончил какое-то заведение, или потому что он работал там с утра до вечера, или придумал что-то. Нет, все в этой жизни по милости Аллаха. Эгоизм во многих толковых словарях разъясняется как болезнь личности или болезнь самоличности. Указывает на том, что человек акцентирует на себя, внимание только на себя, и не все должно крутиться вокруг его личности, и никто не должен противоречить его личности, его мнению, его решению. И этот человек считает себя единственно правильным, единственно верным, который идет по верному пути, а всех остальных ниже себя. И недостойный, чтобы общение с таким человеком. И поэтому эгоист, как некоторые ученые сказали, что эгоист — это человек, который оградил себя зеркалами, и не видит никого, кроме себя в этих зеркалах. То есть у него спереди зеркало, сзади, справа, слева от него зеркала, и он видит только тысячу «я». Кроме себя ничего он не видит, и единственный он такой хороший, он такой правильный, он такой самый, кто ведет в этой жизни верно, но остальные все люди заблуждаются и обязаны прислушаться к его мнению, когда мнение других людей его абсолютно не интересует. И даже если ему будут указывать на то, что его мнение ошибочно, и многие будут тезисы и факты этого доказывать, этот человек будет всячески противодействовать этому и найдет тысячу причин и оправданий для того, чтобы не принять мнение других людей. И это и есть болезнь эгоизма, которой может быть поражен каждый человек и каждое общество. И болезнь эгоизма ведет к тому, что процветающее общество и процветающую страну может превратить в обезвоженную пустыню. Когда человек каждый заботится только о себе, каждая ячейка общества заботится только о себе, и также все общество только само по себе, но никого вокруг себя не видит, это общество обречено на то, чтобы иссохнуть, как иссыхает вода в колодце, и так же, как и уходит с полей зелень. Это прямой путь в пустыню гордости, высокомерия и отрешенности от всего этого мира. В одной из хутб имам запретной мечети Сауд Аш-Шурайм сказал такие слова, что ни одно общество не добьется успеха, если его члены ставят на первом месте собственное «я». Цитирую. «Общество, оно словно одна большая семья. Каждый член, который стремится увеличить в ней то, что является благом для всей семьи, и удерживается от запретного ради, опять-таки же, блага всех. Любое общество поднимается в своем развитии лишь тогда, когда будет поступать богоугодным образом», – подчеркнул имам. «Этому пороку подвержен как млад, так же и люди довольно взрослого возраста. То есть многие люди могут не обращать на мнение своих детей, что они от них требуют, либо что они хотят им уделить, чтобы они, когда просят у них уделить внимание, родители говорят, извини, у меня нет на тебя время, либо ты ошибаешься, а я только прав и не прислушиваться к мнению своего ребенка. Так же, как муж не прислушивается к мнению своей жены, или жена не прислушивается к мнению своего мужа. Так же, как подчиненные и руководители, не слушая никого абсолютно друг друга, каждый стоит на своем мнении. И это и есть тот порок, которым поражены многие из людей. И этот порок, эта болезнь, более прогрессирует и развивается в современном обществе. Когда на первое место поставлен индивидуализм каждого человека, и отрешается, или как бы отрезается общественное мнение, и многие люди акцентируют внимание только на себе, и только о том, что их волнует, и какие переживания несут они, но отрешены абсолютно от проблем общества, от проблем общественной жизни. И это и есть основная причина того, что большинство сейчас людей в обществе поражены этой болезнью. Только подумайте, насколько негативно влияет этот порок на людей. А надо отметить, что в первую очередь непосредственно на самого, так скажем, больного, и на все общество, весь Чамарат. Ведь это палки в колеса, в общем, в коллективном деле, возвышение слова Всевышнего, которое лежит на плечах каждого благопрестойного мусульманина. Это болезнь-стена на пути самосовершенствования человека и развития общества в целом. А теперь вдумайтесь и скажите, кому это на руку? И на кого, сами того не подозревая, работают такие люди? Ответ, я думаю, прост. Несомненно, эгоизм – одно из качеств, которые не подавают, чтобы они были у мусульманина. Это порицаемое качество. Почему? Потому что эгоизм, первый, кто проявил эгоизм перед Аллахом – это был Иблис. И он сказал, когда Аллах приказал ангелам, и когда Аллах приказал ангелам, поклонитесь Адаму, ибо они все поклонились, кроме Иблиса, который возгордился и не повиновался Аллаху, этим самым стал из тех, кто является неверующим. Стал неверующим. Он показал свое невежество. Почему? Потому что любой эгоизм, он ведет к высокомерию и невежеству. И поэтому Иблис был нам примером, и Аллах показал нам его сущность, и показав, что он именно из-за своего эгоизма, из-за своего «я» погубил себя, и те поклонения, которые он делал перед Аллахом, совершал перед Аллахом. А как мы знаем из книг, приведенных из истории пророков, что Иблис до этого был подчиненным, и Иблис до этого был очень богобоязненным, и не осталось на земле ни одного места, где бы он не сделал сажда. Но из-за своего высокомерия, из-за своего «я» он потерял все, что было у него, и стал из неверующих. Нам, в пример, Аллах приводит историю Муса и фараона. Когда Аллах приказал Мусе обратиться к фараону, чтобы он призвать его к религии, чтобы он не творил на земле нечестие, потому что Аллах сказал в Коране «Идхаб иля фирауна иннаху тага» «Иди к фараону», поистине он приступил все границы. То есть все границы дозволено. Он до такой степени дошел, что сказал «Я вас Всевышний Господь». То есть он всем людям сказал «Я ваш Всевышний Господь». Все, что я вам скажу сделать, вы обязаны делать. Все, что я скажу для вас правильно, это является правильным. Все, что я скажу неправильно, это является неправильным. Это высшая степень эгоизма, которая привела человека к неповиновению Аллаху. И Аллах отправил к нему Моисея, Муса, алейсалам, и сказал, говорит «Идхаб иля фирауна иннаху тага» «Иди к фараону и скажи ему, что он приступил к границе» «Вакул лау кавлен лайинан» «И скажи ему мягкие слова». То есть даже в этом случае Аллах приказал обращаться к нему, к фараону мягко и с добротой. Почему? Потому что не является качеством мусульманина, а тем более пророков, резкость в словах и грубость в отношении. И фараон все равно «Фахачара фанада фақала ана раббукум аль алья» Он созвал всех людей и созвал толпу людей и колдунов и сказал «Я ваш Всевышний Господь». И Аллах наказал его в этой жизни и в будущей жизни. За его что? Эгоизм, который привел к такому плачевному концу. Известный психолог Альфред Адлер писал, что человек, который не интересуется своим собратом, испытывает много трудностей в жизни и наносит другим людям самые глубокие раны. Именно среди них чаще всего появляются неудачники. Закончил автор. Из-за того, что эгоист большую часть времени думает только о себе, никто не любит его и избегает общения с ним. Все их разговоры похожи один на другой, поскольку тема одна – это я. И способ общения тоже один, абсолютный – эгоизм. Ибн Каим Аль-Джаузия высказался относительно эгоизма таким образом. «Будьте осторожны с Я, у меня есть, я владею». Ибо такие слова использовали Люцифер, Фераун и Харун. Также мы, если посмотрим на этих людей, которые проявляют эгоизм, они подобны, как сказал, как приводится в притчах, что они подобны змее. Змея, когда пьет молоко, она отпивает молоко, и перед тем, как уйти от сосуда, она впрыскивает в него яд. Чтобы тот после него, кто пришел, и даже если выпил из него, умер, отравился и не получил ничего. Поэтому эти люди только думают о себе, и если даже что-то хорошее могут сделать, они для себя это сделают, но в конце концов они отравят всю ту работу, которую делали, и ничего из этого хорошего не выходит. Как многие, например, бывают люди, руководители производства, или еще, мы знаем, что они думают, что они самые правильные делают, для производства делают это лучше. Если бы не они, это производство бы разрушилось. Но, как показывает опыт, после того, как они уходили, производство начинало процветать и приносить прибыль. Это почему смысл этих слов, это их эгоизм, который не давал принимать решения, которые бы соответствовали и действительно помогали бы той работе или тому обществу, в котором они находятся. Если хочешь изменить мир, начни с себя. Это очень важно. Я хочу привести простой пример, когда Хасан и Хусейн, любимый внук и пророслава Услам, увидели, как человек делает истрав во время тахарат. Что они сделали? Они не сказали ему, ты делай истрав. Они сказали, уважаемый человек, мы поспорили вдвоём, кто из нас делает правильно тахарат. Мы хотим, чтобы вы были судьёй. Посмотрите, понаблюдайте за нами. И оба сделали безупречно, потому что это внуки пророслава Услам, он их научил. И когда они закончили, тот человек сам сказал, воистину я неправильно делал тахарат. Вы оба сделали правильно. Вот это пример, это сунна. Если в коллективе есть человек, страдающий эгоизмом, то в этом обществе и в этом коллективе никогда не будет сплочённости. Каково же предписание ислама в лечении порока самообощения? Это прежде всего скромность перед верующими. Всевышний Аллах говорит, описывая его праведников, они будут смирены перед верующими и непреклонны с неверными. Их непреклонность с неверными говорит нам только о том, что это сильные и мужественные люди. А их мягкость и доброта с верующими определяются не как не слабостью характера, а их скромностью. Посланник Аллаха, так было советовало Аллах и приветствует, сказал, тот, кто проявил скромность ради Всевышнего Аллаха, Аллах возвысит его. Скромность также побуждает мусульманина воздавать хвалу Аллаху за совершённые этим человеком благие деяния по воле Всевышнего Аллаха. И не обольщаться. А не обольщаться, приписывая их своим собственным заслугам. Более того, скромность будущей человеки никогда не позволит попрекать чем-то людей. И, конечно, необходимо помнить о благовестойных, угодных Всевышнему поступках сахаба и табиринов. Эгоизм в исламе является порицаемым грехом, и человек, страдающий этим, должен немедленно прибегнуть ко всем средствам, чтобы излечиться и избежать этой болезни. Тот человек, который болен этой болезнью, поражён этим недугом, обязан предпринять все причины, чтобы излечиться от этого. Но как же нам излечиться от этого? Мы должны взять в себе в пример тех людей, которые абсолютно отрешались от этого мира и были нам примером во всем. И это люди должны быть самые достойные из людей, о которых Аллах сказал в Коране, «Рады Аллаху ангум». Аллах доволен ими. То есть, подвижники пророка, саллаллаху алейсалам. Аллах был ими доволен, и, значит, вся высшая степень их нравственности, их моральных качеств была на таком уровне, что Аллах остался доволен им за их подчинение пророку и велением Аллаха в Коране. И возьмём пример Айкрыми, рады Аллаху ангуму, когда он был ранен, очень тяжело ранен, при одном из сражений, при Ярмуке, ему поднесли чашу с водой. И он увидел рядом лежащего другого сахаби, который был ранен и более нуждался в этой воде. И он сказал, передайте эту чашу ему. И этот сахаби попросил передать другому. И так, говорит, в некоторых риваятах приводится, что до семи человек, человек, который подносил им воду, обошёл и вернулся обратно к Айкрама, рады Аллаху ангу, и уже застал его умершим. То есть настолько они даже перед своей смертью не думали о себе, о своей душе, а думали о своём собрате, что он нуждается больше него. И жертвовали своей душой ради того, чтобы брату, своему соседу, своему другу, своему товарищу было лучше, чем ему. Это пример наивысшего самопожертвования и борьбы с эгоизмом в исламе. И мусульманин должен облачиться этим нравом, нравом сахабов, да будет доволен им Аллах. Если даже к мусульманину обращаются плохо в этой жизни, он не должен возвращать такое же зло, которое ему сделали. Он должен, как говорил пророк, не будь такими, как люди к тебе. То есть имеется в виду, что если человек хороший, я буду с тобой хорошим. И если человек плохой, я буду с ним плохим. Нет. Пророк Александр говорил, если человек хороший, то будь с ним хорошим. Если он злой или делает тебе вред, то отдались от этого вреда. То есть не будь таким, как он. И этим самым ты спасёшь себя от такой же болезни, которая постигла того человека, который делает это зло. И мусульманин, как сказал один арабский поэт, он должен быть, как роза, сворованная из сада. Даже для вора она издаёт благоухание. То есть даже для вора она издаёт благоухание. И это должен быть нрав мусульманина по отношению ко всем людям в этом обществе. Как сказали наши учёные, человек является искренним в том случае, то есть искренне борящимся с эгоизмом в том случае, когда он принимает наставление от того человека, которого не любит. То есть каждый человек, когда ему, тот человек, которому ему нравится и постоянно ему говорит какие-то замечания, но он воспринимает их нормально. Но от человека, которого он не любит или недолюбливает, и в это время он видит, что действительно его совет очень полезен, и он соответствует тому, что он говорит, и человек, принимая этот совет, является в этот момент самой высшей степени борьбы со своим эгоизмом, со своим эго. И то же самое сегодня в наше время постигло многих мусульман, что они не принимают, к сожалению, совет у своих братьев, а оставить многие споры, распри между собой, оставить споры для учёных и разногласия для учёных, и жить одной сплочённой умой, для того, чтобы двигаться дальше и делать больше дел, которые впереди нас ждут, и которые не терпят отлагательств. Не терпят отлагательств. Пока мы погрязаем в своей распоре, многие из наших близких, друзей, родственников, погрязают в невежестве, которые поглощаются этого общества всё больше и больше. Почему? Потому что мусульмане отдалились от того, что нужно им делать, и от важных дел, и погрузились во второстепенные дела. Недовольство собою есть необходимые условия для разумной жизни. Только это недовольство побуждает к работе над собой. Во всех вредных привычках нельзя раздельно говорить, нет какого-то одного рецепта. Это универсальный рецепт. Во-первых, у человека должно быть намерение, чтобы он признал свою ошибку, свою проблему, и начал с этим бороться. Во-вторых, никакой человек не может победить свои плохие привычки, потому что это дано ему Аллаху. Аллах ему дал воспитание. Он должен просить Аллаха, чтобы он ему помог победить эти привычки. Одним из способов борьбы с эгоизмом является приближение богобоязненным людям и людям знания, учёным. Тем самым, прочитав несколько книг или выучив несколько сур аятов и узнав ежедневные обязательные вещи, мы не должны расслабляться. Мы ежедневно должны пополнять знания и поступать по нему. Если в какой-то момент ты чувствуешь, что твой навс начинает усиливаться и диктовать свои условия, ты чувствуешь, что тебе нравится уже, когда тебя восхваляют или какие-то другие вещи, ты должен приближаться более богобоязненными. Или приходить просто в мечеть, общаться с людьми, которые более знающие, чем ты, более сведущие в исламе. Наша религия призывает людей воздерживаться от недостойного поведения, не допускать и искоренять из своего сердца такие пороки, как высокомерие, самовлюбленность, эгоизм, гордость и другие негативные качества, поскольку они ставят личные интересы выше общественного блага, что недопустимо для мировоззрения мусульманина. С уважением и добрыми молитвами, Марат Бегжанов. Ассаляму алейкум. Варахматуллахи. Обракатуха.